всем привет в этом видео я расскажу сколько раз в день надо есть я поделюсь своим опытом что я делаю для себя чтобы мне было легко жить и правильно питаться и что я использую в работе со своими клиентами тем кто хочет какой-то сухой конкретики людям с техническим складом ума которые мыслят преимущественно цифрами скажу сразу от двух до четырех раз в день но если вы думаете что нахватавшись каких-то кусочков ценной информации слепив вот те элементы которые вам больше всего понравились вы получите какую-то классную систему то получите вы скорее всего дулю с маком например вы вышли на какую-то барахолку с автозапчастями на хватали колес которые вам больше все нравится там руль который вам нравится двигатель который вам нравится потом притащили всю эту кучу хлама к себе в гараж и пытаетесь сделать супер классный автомобиль не обладая специальными знаниями не разбираясь глубоко в автомобилях вы не сможете построить с этого никакой автомобиль вообще не то что классный в данной теме тоже очень важно понимать что вы делаете зачем вы это делаете и как это все будет сочетаться друг с другом почему от двух до четырех раз в день потому что питаясь меньше двух раз в сутки невозможно добиться правильного питания к тому же 2 я сказал бы это большее исключение то есть я допускаю двухразовое питание в день не более двух раз в неделю то есть из семи дней два дня может быть два приема пищи если это повторяется чаще то своим клиентам я уже ставлю плохие оценки и говорю что нужно выравнивать ситуацию если питаться больше четырех раз в день это в принципе допустимо но это неудобно а то что неудобно и непрактично это никто не будет делать и если вы не являетесь профессиональным спортсменом у которого огромные затраты энергии организм которого нуждается в огромном количестве нутриентов и чтобы снизить нагрузку на пищеварительную систему и метаболизм тренеры своим спортсменам дают так называемое дробное питание когда вы питаетесь много раз в день там от пяти до восьми мелкими порциями если вы не профессиональный спортсмен и вы не живете на спортивной базе где вы можете легко удобно и практично принимать вот эти порции еды то вам это просто будет портить жизнь многие люди страдающие ожирением и желающие похудеть в поисках каких-то новых фишечек приходят к дробному питанию почему это так да потому что есть привычка много потреблять еды и заняться собой комплексно то есть внедрить тренировки внедрить правильное питание полностью совместив это с тренировками чтобы дала результат сил как бы нет а вот что-то одно вот они как бы пытаются делать и поэтому они болтаются постоянно от крайности крайности то вегетарианство то исключим сладкое то вечная борьба с жирной едой то дробное питание так это диета и так далее и не понимая сути зачем и для чего они все это делают вот они болтаются десятилетиями вот одной крайности к другой и получается в итоге они приходят к убеждению что не все перепробовали и ничего не работает похудеть вообще невозможно а на самом деле нужно было просто обратиться к специалисту который ну если вы не разбираетесь если вы не понимаете что вы делаете то нужно обратиться к специалисту который даст вам то что будет работать на вас учитывая ваш образ жизни и особенности вашего психотипа то есть у людей страдающих ожирением получается так что они привыкли много есть и вот они находят себе оправдание как много есть чтобы думать что ты будешь худеть и вот попадает им на глаза дробное питание не дует вот классно я буду кушать 67 раз в день и буду худеть вот крутые спортсмены так делают я тоже так буду делать поэтому я на правильном пути и все хорошо но по факту почему-то вы только набирайте 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 и ни к чему хорошему это не приводит поэтому как ни парадоксально но обычно дробное питание в неумелых руках это путь к ожирению для человека который занимается фитнесами правильным питанием не для того чтобы достигать каких-то максимальных результатов которые не готов подстраивать всю свою жизнь по тренировке для него оптимально питаться от двух до четырех раз в день утром когда вы дома вы можете принять нормальный полноценный я бы даже сказал идеальный прием пищи вы можете сами приготовить себе еду и вечером вы можете сделать то же самое днем мы или на работе или в делах в тех случаях если вы работаете дома допустим вы фрилансер это вообще идеально то есть вы можете себе создать самый крутой рацион в мире который только может существовать но все люди бывают дома как минимум утром и вечером а значит это нужно использовать чтобы по максимуму закрыть пищевые потребности своего организма днем вы можете один раз принять пищу в общепите либо если вам удобно то вы можете брать еду с собой и один раз можно сделать какой-то перекус то есть получается что вы нормально идите дома утром и вечером один раз едите в общепите либо берете еду с собой если в общепите питаться два раза в день в течение дня или более это уже очень накладно прийти подождать заказать уйти рассчитаться это все на самом деле жуткий геморрой эти люди которые ценят свое время они так делать скорее всего не будут но поскольку страны постсоветского пространства это это вам не австралия этого мне германия это не соединенные штаты америки и здесь проживают не самые богатые люди поэтому нужно исходить из реалий а реалии таковы что для большинства людей питаться в общепите это довольно таки дорого да и к тому же еда там далеко не самого идеального качества потому что общепит думает как сделать так чтобы побольше заработать на еде то есть положить туда поменьше ингредиентов чтобы порция казалось большой максимально вкусной и чтобы вы побольше оставили там денег например в общепите очень сложно встретить фрукты практически нигде их нет нормальную кашу вам там никто не сварит порции обычно очень маленькие и если это разные заведения нужно долго выбирать эти блюда смотреть что с чем сочетается как это все воткнуть свое меню если же вы решили питаться по 6 раз в день то вы едите утром один раз вечером один раз и не один-два раза в течение дня а целых четыре то есть если вы прибегаете к общепиту то расходы на еду у вас увеличиваются раза в четыре вы тратите уйму времени и складывается такое впечатление живя в таком рационе складывается в такое впечатление что вы только едите и думаете о еде потому что вам каждые два часа нужно есть если же носить еду с собой как это принято у профессиональных бодибилдеров ну их в принципе можно понять то что огромную мышечную массу нужно как-то поддерживать и все это упирается в производительность пищеварительной системы и система обмена веществ поэтому они вынуждены питаться часто и мелкими порциями тем кто не весит 120 килограмм и не собирается набирать огромные объемы мышц вам не нужно питаться по шесть раз день и это для вас огромный плюс потому что ходить с большим количеством контейнеров и постоянно есть где попало как правило холодную еду это неудобно непрактично это все нужно готовить это все нужно складывать короче это жуткий геморрой и если для вас это не является необходимым то лучше вообще в это не углубляться я лично питаюсь в среднем три раза в день иногда 4 иногда 2 в любом случае должно быть как минимум два нормальных полноценных приема пищи то есть то что готовится кладется в тарелку теплая еда с салатами с фруктами с овощами ну и дальше у вас может быть либо еще два таких же полноценных приема пищи домашнего типа либо если вы чувствуете что нет необходимости много есть и нет возможности то можно добавить один либо два перекуса у меня как правило бывает 23 прямо пищи и 12 перекусов и здесь очень важно чувствовать потребности своего организма потому что если вы приучите себя вот чтобы не случилось есть каждые три часа наслушавшись каких-то советов чтобы там выделялся какой-то гормон там и при этом у вас нет стабильного четкого режима тренировок чтобы вы каждый день там тратили определенное количество калорий гарантированно то соответственно вы можете попасть в такую историю что вы привыкли постоянно и много есть но вы не тратите столько энергии и ваш организм не нуждается в таком количестве нутриентов которые вы в себя запихиваете соответственно тут вариантов два либо вы разжиреваете либо эффективно система пищеварения сильно падает и лишняя еда просто уходит в унитаз параллельно также зашлаковывается ваш организм и размножается патогена микрофлора в вашем кишечнике что отражается на качестве вашей кожи особенно лица состояние зубов и свежести дыхания также буквально сразу вас меняется запах тела в худшую сторону поэтому очень важно чувствовать потребности своего организма и есть тогда когда вы действительно хотите есть но при этом приучить себя к определенному порядку то есть утром надо поесть потому что у вас есть возможность если вы даже утром не хотите есть то нужно поесть чего-то поменьше полегче естественно нужно очень хорошо научиться угадывать свои пищевые потребности и предпочтения то есть еда должна быть вкусная не только правильно это важно потому что невкусная еда плохо переваривается и плохо усваивается ну и таким образом выработав привычку есть утром и вечером в течение дня вы можете есть уже по желанию в итоге через некоторое время вы научитесь правильно питаться и давать своему организму то что нужно когда нужно и сколько нужно потому что суть правильного питания не в том чтобы следовать каким-то шаблонам подражать каким-то спортсменам делать так как общественное мнение считает правильным суть в том чтобы ваш организм получал то в чем нуждается в нужных количествах чтобы каждая клетка вашего организма получала то в чем она нуждается белки углеводы минералы чтобы все это внедрить и получить хороший результат нужно расслабиться включить мозги увидеть общую картину понять как для чего что вы вообще делаете и дальше потихоньку двигаться вперед людям с техническим складом ума бывает очень сложно то есть они хотят каждый день такое то количество калорий вот утром это вечером это вот столько этого этого такое блюдо такое и можно расписать такой рацион но через пару недель вы приходите к тому что он почему-то невкусный на потребность организма в тех или иных нутриентах она всегда меняется и плавать допустим сейчас у вас например не хватает калия вам добавить зелени добавить овощей и вам хорошо вам классно вы чувствуете что это именно то что вам нужно было через неделю потребность в этом минерале у вас закрылась и вас уже будет тошнить от этого количества зелени поэтому нужно постоянно менять дозировки в зависимости от потребности вашего организма если вы не умеете слушать свой организм то невозможно создать для вас идеальный рацион потому что потребности в нутриентах меняется постоянно в зависимость в зависимости от время года возрастных изменений стрессов энергозатрат и вам нужно срочно магний чтобы восстановить свою нервную систему предвидеть все это невозможно гениальное простое решение это научиться слушать свой организм научиться правильно питаться и в зависимости от потребности своего организма которые он будет посылать вам через вкусовые рецепторы вы будете замечать что сегодня вам захотелось больше мяса завтра вам захотелось больше огурцов послезавтра чего-то еще и в итоге вы будете есть все что хотите это будет идти вам на пользу вы не будете набирать лишний вес если у вас остались вопросы пишите в комментариях наиболее интересное я буду разбирать своих последующих видео буду надеяться что у меня получилось донести до вас эту простую но довольно глубокую мысль и помните что ваше питание должно подстраиваться под вашу жизнь они ваша жизнь должна подстраиваться под какие-то шаблоны правильного питания